Велосипед 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 В 10 лет В ночь на 1 января Папа взорвал супер петарду Наша квартира на 10 квадратных метров у нас больше, а у соседей меньше. Вот прошло 40 лет, и я до сих пор не могу из головы конфетти вычислить. 18 лет я водил хоровод со Снегурочкой. Ночь хоровод со Снегурочкой водили все. Но алименты на трех ее детей плачу только я. 25 лет 1 января я проснулся в кровати рядом с другом. Вы помните Гамлета, Гамлета мучил вопрос, быть или не быть? А меня уже 25 лет мучает вопрос, было или не было? Смотрите, 32 года к нам на Новый год пришло много гостей и мы потеряли тещу. Нашли мы ее через неделю в ее же кровати, когда гости, наконец, забрали всю верхнюю одежду. 36 лет, я помню, все 158 гостей съели что-то несвежего. 1 января 1 января в битве при сортире мне на ноге мне на ноге сломали мизинец. 37 лет, 31 декабря мы начали провожать старый Новый год с 5 утра. Через какое-то время Витек ушел. Ушел, не сходя с места. Стемнело. Сначала у нас в глазах, потом на улице. Вдруг по телевизору кто-то сказал, у нас пропал дух авантюризма. Мы перестали лазить в окна к своим любимым девушкам. Мне так обидно стало. Я полез со второго этажа к Вальке на девятый. По дороге все 7 этажей мне наливали. В результате я умудрился залезть на 15 этаж 9-ти этажного дома. Спустился быстро, потому что это наверх долго, а вниз секунды 4. Короче, в больнице мне гипс даже в уши заливали. Там, говорят, молоточек с наковальней сломались. 38 лет мы отмечали Новый год в деревне. Я укусил свиной окорок и забыл, что свинья еще живая. Она вторым окорком мне 4 зуба выдала. В ночь на 1 января у нас закончилась соль. Мы взяли овощи, и побежали куда? Ну, куда? На базу к сторожу. Говорим, дай соли. Но не будь дураком, посолил нас прямо без овощей из ружья. Ну, знаете, честно вам скажу, самое страшное было потом. в 50 лет. 50 лет я проснулся 1 января в постели с бабкой Матрёной. Мои руки были прикручены к кровати её колготками. СМЕХ Это ужасно было. Потому что я увидел, что на зеркале губной помадой было написано «В 80 лет жизнь только начинается». У меня на груди лежало в клочья разорванное пенсионное удостоверение бабки Матрёны. Я понял. Надо завязывать. С тех пор я встречаю Новый год один на даче в погребе. Я сам себе и Дед Мороз и Снегурочка всё завязал. Здравствуйте. В эфире новогодние оригинальные новости. По традиции в начале года мы подводим итоги предыдущего, а также вспоминаем наиболее яркие моменты политической и культурной жизни планеты. В Лондоне с большим успехом прошёл фестиваль русского балета. Конечно, не обошлось без традиционного Лебединого озера. Зрители по достоинству оценили безукоризненную технику наших мастеров. Критики были в восторге от новых режиссёрских находок. Признанные мастера балета вновь продемонстрировали свой высокий класс. Нынешний год объявлен в Зимбабве годом русского языка. Наши преподаватели наглядно и доходчиво объясняют всем желающим смысл того или иного слова, используя при этом мимику и даже хореографию. черепа. В следствии санкций Евросоюза в Россию прекращены поставки импортных холодильников. На саратовском заводе холодильных агрегатов возобновили производство холодильников легендарной марки «Саратов». Мы поинтересовались мнением о качестве этой продукции у первых покупателей. Говорится о-о-о 45 он морозит все опять. Колбасну пока положишь руки мерзнут по самые колени. Безруковист не союзнил. Колбаса трясется вся от холода. В трусах мимо не пройдешь замерзнет сразу. У него ж зирки нет. В Москве прошла неделя высокой моды. Настоящую сенсацию произвела коллекция женского нежного белья. Сенсационное открытие сделали российские медики. В ходе многочисленных лабораторных испытаний им наконец-то удалось разработать вакцину против вируса Эбола, от которого уже пострадали десятки тысяч людей. В Красноярском крае обнаружены следы снежного человека. Наш специальный корреспондент Елена Воробей встретилась с ним. И сейчас она на прямой связи с нашей страной. Елена как снежный человек отреагировал на ваше появление? Елена вы нас слышите? Елена вам есть еще что добавить? Столица сдан в эксплуатацию очередной корпус Москва-Сити. Наш корреспондент поделился своими впечатлениями от увиденного. Я заглянул в лифт и точно на полу лужа и сверху кусок газеты и лужа но желтого цвета но явно масло под солнечным. По традиции в начале года социологи провели опрос какие страны являются самыми пьющими в мире. Места распределились следующим образом. Зимой на первом месте Россия, летом Турция, Египет, Эмират. Мы встретились с представителями Европейской комиссии после проведенных исследований в России. Ну как нравится! Не нравится! мне есть плохо! Эх, брат, а кому сейчас хорошо? Это были все новости на сегодня. Еще раз с Новым годом, друзья! Пошел нафиг! Всего доброго! Эмирит Авокадович, извините, секунду, да, алло, Авокадович, тут ко мне пришли посетители, сейчас, одну секунду. Молодой человек, я рекомендую вам обратить на меня свое внимание. У меня мало времени, но есть деньги. Я так понимаю, что это агентство по организации праздников. Совершенно верно. Скользкий путь. Да, я бы тоже сказал, скользенький. Мне нравятся люди с чувством юмора. Спасибо. Вы тоже. Благодарю. Понимаете, мне надо организовать семейный вечер на старый Новый год. Ну, как это обычно бывает, с песнями, с шутками, с прибаутками, с танцами, фейерверки, ну, в общем, весь фарш. Боже, дорогая моя, ваш фарш, наши куклеты. Дайте так, дорогая моя, я понимаю, что вы хотите, значит, Дед Мороз, Снегурочка, конфетки. Нет, 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 абсолютно не туда. Мне не нужен Дед Мороз, слушайте, все это, старье, все это мне не надо. Мне нужна вечеринка нормальная, современная, в европейском стиле. Вы присаживайтесь. Вы знаете, в одном немецком фильме про любовь я видела, как два Санта-Клауса мулаты, понимаете? Ну, в общем, из одежды на них ничего, одни колпачки. Ой, что они вытворяли, что они вытворяли. Это такие тела, понимаете? Они все время говорили по-немецки, понимаете? Я понял, какие фильмы вы смотрите. Но дело в том, что, прошу прощения, как бы вам это сказать более того, это не наш проблему. Дело в том, что этот сценарий забракует начальство. Ну, подождите, ну как это забракует? Это же колпачки забракуют, что ли? Это что, это Мулатов забракует? Да, да. Нет, ну подождите, ну подождите, ну не торопитесь. Ну давайте что-нибудь придумаем, давайте. Я вам больше скажу, даже даст из фантастей забракует. Я не могу лишиться зарплаты. Зарплата для меня сейчас очень много значит. Поверьте мне, это так. Очень тяжело жить без зарплаты. А так? Ну, что вам сказать. Чего мне это будет стоить, я даже не хочу вам рассказывать. Но один колпачок я оставлю. Скажите, Санта-Клаус, он обязательно должен быть мулатом? Да, 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 мулатом. И потом, понимаете, я в том же фильме, я увидела, что Санта-Клаус, он отличается от Деда Мороза. Дед Мороз ломится, как дурак в дверь. А Санта-Клаус, он же элегантный, понимаете, это европейский стиль. Он на лене и упряжке, он по небу, понимаете, он ищет трубу, он потом через трубу в дымоход и выскакивает с подарком из камина, понимаете, понимаете меня? Я не понимаю. Но у нас есть дом загородный, у нас все есть. У нас труба есть, у нас камин есть, понимаете? А у меня нет дома загородного. И зарплату могут лишить. Ну, 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 ну. А так? Дорогая моя, вы даже не можете себе представить, через что я могу пройти и что мне может достаться от начальства. Но у меня есть на примете один мулат. Так, Феликс, шнель сюда. Вот. Это что, это единственный кандидат? Вы посмотрите, это же засушенный Шварценеггер. Какие бицепсы, трицепсы. Вот, как кубики играют. Это же сумасшедший. Нет, 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 на это я почти не могу. Нет, нет, я буду искать другое агентство. Стоп, подождите. Но он бесплатно пролезет через дымоход. Ага. Так, я не знаю, как вот пропихнуть эти сани с этими оленями. Я вам все объясню. Понимаете, олени, это не совсем олени. Это штриптизеры. Понимаете, это такие вот, это такие вот, у них такие сексуальные жилеточки. Ага, они уже сидят на камине, они уже болтают ножками. Стоп, стоп, я понял, я понял, значит так, 12 часов, бой, бой часов, и тут брызги шампанского, и тут неожиданно для всех из камина выскакивают олени. И на санях сидит этот Санта-Клаус и плет. Санта-Клаус-мулаб. Да. И плет на тебе шампан. Олени, делай так. И копыток. И эти дикие животные окружают вас и неистово начинают танцевать ламбаду. Поля-Ли-Ду-Ду-Ду-Ду-Ду-Ду-Ду-Ду. А какой лень, он берет меня на руки и несет в снегах. ПОЛЯ-Ли-Ду-Ду-Ду-Ду-Ду-Ду-Ду. Стоп. А у вас есть муж? ПОЛЯ-Ли-Ду-Ду-Ду-Ду-Ду-Да-Ду-Ду-Ду-Ду-Ду-Ду-Ду-Ду-Ду. Есть. У-у-у. Извините, мадама, как, извините, он отреагирует на наши, мулацкие забавы. У вас абсолютно отсутствует креативное мышление. Да что ж такое? Мы его нейтрализуем. Понимаете, ровно без 10-12 раздастся звонок. И все. Открылась дверь, там Снегурочка. Она его будет отвлекать. Понимаете? Не понимаю. Понимаете? Господи! Ну вот я не могу. А так! А, как теперь понятно! Наконец-то! Ха! Я вижу! Я вижу эту рыжеволосую, длинноногую бед. Тонкая талия. Боже, глаза полные слез. И это мраморное белое тело. Вон же она! Никаких бестий! Это должна быть толстая, страшная, кривоногая волосатая бабища. С бородавкой на теле. Понял! Она должна схватить моего мужа за горло, вдавить его в диван, заставить выпить стакан спирта на брудершап. Понятно? А так! А так! Очень! Все, я понял! Боже, это такая забавная история. Я бы даже сказал, типа новогодний такой фантазий. Типа, подождите, а если он начнет отбиваться и не захочет на брудершафт? О чем вы говорите? Мой муж, во-первых, интеллигентный человек, во-вторых, ему 86 лет. Подождите, мадам, а, не дай бог, ему станет плохо. Хорошо! Я мечтала, что ему станет плохо в первую брачную ночь. Потом я мечтала еще месяц. Потом я 30 лет мечтала. Я устала мечтать! И если сегодня моему мужу станет плохо, то вам будет очень хорошо. Понятно? Нет! Господи! Да какие ж вы тупые! Если ему станет плохо, то все это будет ваше! Понятно! Стоять! Мадам, я сам сыграю все эти роли! За такие деньги я сыграю лучше! А я себе вращу рыжие волосы! А я поправлюсь на 100 килограмм за неделю! А я отращу себе рога и копыта! А я сам задушу вашего мужа! Олени! Олени! Да! Я хочу Рудольфа! Вот он перед вами! Вот! Вот я стану вашим Рудольфом! А я стану вашим белым медведем! А бородавка! Мы растим ее с детства! Наконец-таки у меня будет праздник! За мной, мои олени, в снегах! Мы поедем и помчимся на оленя в утром раме! И на галя наваремся прямо в снегную зарю! Ой! Да что ты так нервничаешь, товарищ инструктор? Да умею я машину водить! Я же все лето ездить училась где-где в лунопарке! Так что сдам я тебе ваш день и на пять с плюсом! Понял? Так! Руль нашла? Это уже твердая четверка! Ой! А педалей-то сколько! Ёлы-палы! У меня столько и ног нету! Раз! Два! Три! Слушай, а чем ты давишь на средний педаль? Так, ну ладно! еще я помню где-то сбоку слева должен торчать какой-то костыль! Слушай, что-то я его в упор не вижу! Ой, измена! Ты что, надо же забыла машину закрыть, тебе же костыль уперли! Не, о, народ! А? Пруд что попало? Чего? С другой стороны? с другой стороны, конечно, народ понять можно, люди от без бабок, выпить хочется, вот и пруд все, а? костыль с другой стороны? Ёлуба! Правда, с другой стороны? Слушай, я что, импортную машину, да? Так, ну все, руль нашла? Костыль нашла? Можно ехать! Как ты не хочешь? Слушай, шумахер! Да, кто тебе сказал, что женщина за рулем это обезьяна с гранатой? А я за рулем все знаю, все умею, как рыба облет! Что? Хочешь спросить теорию вождения, валяй! Какой у тебя первый вопрос? Где находится карбулятор? Ненормально пацан работает инструктором, не знает, где находится карбанатая Нет, из детства дебильные не дамы? Ну ладно, я сегодня добрая пиши, значит так, кирбатунатор находится в машине Точнее? Точнее внутри машины Ну вон спереди видишь какая-то кладовка там-то дрянь валяется Тельбарятор твой Че? Для чего он нужен? Вот я думаю, нафига он нужен? Да выкинуть его к ядрене фене нефиг закламлять передний багажник Так, какой у тебя второй вопрос? Что такое коробка передачи я знаю от телевизора? Что? Где тормоз? Тормоз на рыбалку поехал Слушай, обещал привезти мне щуку и одного не пойму как он поехал на рыбалку а уже ее дома забыл Что? Что такое это? Что? Бардачок? Слушай, мы приличные женщины мы по бардакам не шаримся Слушай, тебе нужно успокоиться как-то разветриться я тебя сейчас покатаю да ладно ладно ну не лезь я все нашла вот видишь это вперед это сюда это и поехали я мы едем фу при женщине масло ну и что что я на красный это мой любимый тиш ну тебе нравится давай на зеленый мне в кайф на красный шумайкер ну что ты к обморок подвалил тебе машина не курочек слушай а бензина наверное нет да ой смотри сейчас мы заправимся тихо алло пацаны у вас бензин свежий ну так я смотрю год выпуска 98 нормально так ну ладно на пузырьте мне 2 литра 98 2 литра 95 и все равно машина не моя 100 литров 76 давай ой оперный театр а это что глянь какой-то клоу глянь глянь рука мажет свисток свистит ха-ха-ха-ха-ха-ха палку какую-то полосатую рекламировано шумайкер глянь и глянь как я выгляжусь любопа похожая на сумку слушаю вас юноша Права? Я знаю, я всегда права Ах, документы, слушай, ну хочешь по-честному спросить, сколько мне лет? Спроси, я тебе по-честному отвечу, девятнадцать Где ты видишь труп в машине? Это не труп, это инструкция Ну, его маленько укачало, он отдыхает Слушай, ну что ты так орешь? Не ори, свисток проглотишь И не свисти, денег не будет Че ты воешь, как ерехонская труба, трупы разбудишь Слушай, ты видал фильм «Зловещие мертвецы»? Будешь так орать, увидишь вторую серию Что? Какую тебе трубку еще дышать? Котик, ты что, извращенник? А-а-а-а, ты меня извини, но ты маньячищен Я же тебе сказала, интим не предлагать Слушай, тебе еще денег? А-а-а, так ты альфонс Я же тебе сказала, не свисти денег не будет Давай, противное отвали, я сейчас в милицию позову Ой, кто проснулся, Шумахер, ты такое шоу проспал Там мне такой клоун клеился, Шумахер Слушай, а почему вы посреди дороги не сажали деревья? Не, я понимаю, что это красиво, но если ты дорога Че это, лес? Шумахер, а как мы с тобой сюда попали? Тут я смотрю, какой-то лось нам все время в бампер бодает Наши номера уже у него на рогах висят Эй, ты, сапа, ты отвали в натуре, у нас машина от тебя в гармошку Шумахер, ну что, я сдала? Че ты плачешь, Шумахер? Машину жалко? Шумахер, ну подумаешь, машина в гармошке Шумахер, был ты мужик с машиной, а теперь Мужичок с гармошкой стоит И снова в эфире Капитал шоу Поле Чудес И я безумно счастлив представить вам очередного игрока Это коренной алтаец Сидор Поликарпович Шлемензон Сидор Поликарпович, вам аплодирует студия, вам аплодируют телезрители И вот, внимание, задание игры Как звали первого банкрота Поля Чудес Сто очков на барабане, буква... Нет, буквы А в этом слое, к сожалению, нет Да погоди ты, погоди, Леонид Якубович Я тут тебе кое-чего привез Бабка у меня, ох и злая Строгий настрый не наказала, значит Мне с тобой выпить И... А знаете, я вообще не пью, у меня, знаете... Поцеловать! А давайте выпьем Давай, ты не сомневайся Алтайская самоганочка добрая На медвежьем помёте настойная Ты чего? Низкий вам поклон, Порфирис Передодыч А на-ка сет портяночкой занюхай О, нет, 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 спасибо А, я её за всех, да Возьми ты, пожалуйста Эх, интеллигент Ты как знаешь, а я, пожалуй, Шандора Сидор Пликарпович Сидор Пликарпович Сидор Пликарпович Нескли Сидор Пликарпович или как поликарпыч что с вами что с вами не пошла ничего себе не пошла я назад не пошла сидр поликарфе давайте продолжим игру вращайте пожалуйста барабан а давай я все-таки тебя расцелую после 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 немножко позже 150 очков на барабане буква ю нет 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 фуёкал и мэнэ сидр поликарпыч может вы слово целиком назовете ну вспомните задание вспомните задание как звали первого банкрота поле чудес ну сказка это знаменитого папа карла папа карла в год базилио карабас барабас ну у бу тылка поликарш и спорте деревянный такой деревянный рубин Руби. Давайте, знаете что, давайте так сделаем. Повторяйте за мной. Бу-ра-ти-но. Бу-ра-ти-но. Повторяйте за мной. И так называйте слово, если вы знаете, конечно. Буратино. Ай, да умница, ай, да молодец. Ну, конечно же, это Буратино. Ай, да умница, ай, да молодец. Ну и поздравляем победителя капитала в шоу «Поле чудес». Призы победителю в студию. Сидор Прикарпович, этот вот аудиоплеер. А? Этот вот косметический набор. И эти вот роликовые коньки, осторожно, отныне ваши. Спасибо вам большое, Сидор Прикарпович. А давайте все-таки рассолол. Ой, а может, лучше споете, Сидор Прикарпович. Повлачку же принесли, может, споете лучше, да? Аккуратнее. Моя милка, как бутылка, А я шланг резиновый. Все равно от ней уеду, Я ваншлаг резиновый. Сейчас про тебя будет, слышь, Яковыч. Да, интересно. А как ведущего чудеса, Заташили девки в лес. Где же ты, желанная? Пауза рекламная. Пауза рекламная. Пауза рекламная. Пауза рекламная. Узнаешь? Нет. Вы кто? Валентина Ивановна и Нигма? Кто? Я вас не знаю. Незнание Валентины Ивановны не освобождает тебя. Отчего? 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 Отчего гармонь поедет? Не освобождает тебя ни отчего. Понял? Ну, постойте, я вас... Я вас в первый раз вижу, увы. Ну, если видишь, значит, ты живой. Чувствуешь, как стучит в мое сердце? Стучит? Оно с левой стороны. У меня с правой. Я говорю, стучит. 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 Подождите, но... Где я? Где и я? Улица Строителей, дом 25, квартира 12. Это ясно, но... А вы-то кто? Ох, конь в пальто. Я же говорю. Валентина Ивановна, начальник транспортного цеха. ООО КАСМАЗ-ХАМАЗ-Караганда-1816-ПЗ. Погодите, я... Где я? Я в Караганде, что ли? В ней, родимый, в ней. Но, Валентина Ивановна, меня Галя ждет, я... Галя ждет. Сядь. Меня Гальцев ждет. Кстати, ты Гальцева знаешь? Нет. Упаси Бог тебе его узнать. Рассмешить насмерть. Кстати, тебя как зовут? Женя Лука... Лука... Слушай... Слушай, Лука... Нас с девчонками... Знаешь, такое обычае, мы ходим 31 декабря в баню. С пацанами. Я, Валентина Ивановна, Энигма. Юлия Борисовна, Бонни М. Галина Николаевна, Роллинг Стоунс. У меня нет пацана, ты будешь моим веником. Я шучу, шучу, шучу. Веник у меня есть, а вот пацана у меня нет. Так что вы как-то, мы завтра вместе идем. Валентина Ивановна, ну вы меня поймите, меня мама ждет. Мама это святое. Да. Мама это святое. Святое. Что ты? У меня в прошлом году один мужик жил. Тоже все к матери просился. Отпустите, говорит, меня к матери. Все просился, все хотел убежать от меня. От себя не убежишь. Валентина Ивановна, ради бога. Меня школьные друзья ждут. Хорошие друзья. Хорошие? Хорошие друзья подожду. А я вот уже ждать не могу. Знаешь что, Лукака? Я тебя завтра с собой возьму. Поедешь со мной? По глазам вижу, что поедешь. Ладышко. Ты знаешь что? Ты ложись, отдыхай. И ни о чем не думаешь. А я пойду по аккомбайнку срублю. Сиди, сиди. Байнку срублю. Корову заварю. Медведя подаю. Тоня на сколько остановлю. Котлетки я пожарю по-пожарски. Я тебе закрою, ключик у меня будет на шее. Нужно доверять друг другу. Любовь-то она тепло и уют любит. Кстати, тебе сколько лет? 33 будет весной. А мне 66 летом. 33 и 66 что будет? 99. 99. Так мы с тобой родимые до 100 лет счастливо проживем. До 100 лет. До 100 лет. Женя. Да. Твоя Валя уходит. Слава Богу. Ты считаешь меня легкомысленно? Да живем, увидим. Прощай. Прощай. Ты каждый раз навек прощаешься. И каждый раз навек прощаетесь. И каждый раз навек прощаетесь, когда уходите на миг. Угадайте, кто принес вам подарков целый год. Дедушки Мороз, ура! Ура, Дедушки Мороз! Мальчик, задушись, значит! Мальчик, что ты сделаешь? Я до тебя ждал. Дедушки Мороз пришел живой. Дедушки Мороз, стоять. Мальчик, задушись. Ой, настоять. Мальчик, задушись. Мальчик. Как тебя зовут? Вовик. Через горы высокие, через снега глубокие, через леса древо. Слушай, почему у вас лифт не работает? А это я отключил. Зачем? Двадцать четвертый этап. А тебе какая разница? Ты же на оленях ко мне прилетел. Проходи, Дедушка Мороз. Проходи. Проходи, садись, отдыхай. Ой, Дедушка Мороз. Дедушка, я так тебя ждал. Я так тебя ждал. Я для тебя приготовил 27 стишков. С какого начинать? Ну, давай сразу с 27-го. С 27-го. Стишок номер 27. Здравствуй, Дедушка Мороз. Борода из ваты. Ты подарки нам принес? Стоп, стоп, стоп. Дальше я знаю. Стишок номер 26. Хоровод водили дети. Прыгали, скакали. Дед Мороза всей толпой нафиг затоптали. Где ты, Дедушка Мороз? Подними-ка ножки. Борода тая лежит. На полу лепешка. Молодец. Понравился? Хороший стихок. Я старался. Ну, вот тебе подарок. Подожди, Дедушка Мороз. Подожди, какой подарок? Что ты? Ну, куда ты сбежишь? Еще осталось 25 стишков. А еще 18 песенок, 24 танчика и 32 загадки. А ну, где надо? Думаю, Матюк, я пошел. А подожди, Дедушка Мороз. Куда ты пошел? Ключики-то вот они. Пока все не послушаешь, не уйдешь. Слушай, следующий стишок. Я его сам сочинил. Про нашу Таньку из 128-й картины. Как интересно. Наша Таня громко плачет. Съела баскетбольный мячик. Мама Тани тоже плачет. Не поверила, что мячик. Сравится? Мальчик, ты вообще понял, про что это стишок? Конечно. Про то, что ничего на улице поднимать и есть нельзя. Ну, прекрасно, вот я и пошел. Подожди, Дедушка Мороз, а загадки? Вы еще загадки с тобой не разгадывали, Дедушка Мороз. А тебе не надо, смотри. У меня же еще 32 загадки. Слушай, первое. Загадка. Зеленая красавица. Всем ребятам нравится. Елка. Неправильно. Это 100-долларовая купюра. Медведь. Медведь. Он большой и очень страшный. Он лохматый и ужасный. Любит он рычать, реветь. Ну-ка, кто это? Медведь. Неправильно. Это Джигурдав. Вова, мне же надо уходить. Мне еще 20 квартир нужно обойти. Дедушка Мороз, ты не хочешь загадки рассказывать? Будем песенки петь. У меня же еще 18 песенок. Я придумал. Я еще петь. Мы не будем петь песенки, мы поиграем в игру. Я буду петь начало песенки, а ты будешь петь конец. Ох, давай. Давай, 3-4. Вниз уродилась елочка. Конец, конец, конец. Дед Мороз, ты что, не понял? Я же тебе говорю, я буду петь начало песенки, а ты будешь продолжать. Садись. Будь внимательный. Не надо, ну, не надо. Другая песенка. Давай. Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи, Камилая, как дела? Что сказать, ребятушки? День был плох. Я была у мальчика. Что было? Ты для него наполела? Ну, как же мне стыдно. Ну, что? Ладно, хорошо. Ну, говорим. Ну, слава богу. Теперь ты будешь начинать песню, а я буду продолжать. Давай. Я готов. Начинаю. Давай. Везет лошадка дровеньки, а в дровнях мужичок. Трубила нашу елочку под самый корешок. Приехала полиция. Приехала полиция. Трубила мужичка. А нефиг. А нефиг трогать елочки, где парк ВДНХ. Ура. Молодец. А теперь у меня для тебя сюрприз. Я теперь тебе спою свою самую-самую любимую песенку и станцую самый-самый любимый танец. Хорошо? Да. Только ты отвернись, отвернись, Дед Мороз, не подглядывай, не подглядывай, Дед Мороз. 24-й этаж, так теперь на пол. Поворадывайся. Юр, 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 спасите, 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 спасите. Мальчик, крестом богом прошу, отпусти, пожалуйста, мне еще 20 квартир нужно, я еще в 17-ю квартиру нужно. В 17-ю? Это что, к Сашке Петрову? К нему родимому. Ну конечно, я тебя к Сашке отпущу, потому что Сашка хороший мальчик, он даже лучше меня. Да, я тебе 27 стишков приготовил, а Сашка 184. Не хочу. А куда ты денешься, Новый год же? Не хочу, не хочу. Спасайте, спасайте. Алло, алло, Саня, быстро перекрывай подъезд, Дед Мороз по балконам уходит. Давай, я сверху догоняю. Саня, держи его. Сидя отсюда, фор, закрой фазу. Петровна, взвелась сегодня. Ты вот и мне покажешь. Петроныч, Петроныч, что тебе? Петроныч, у тебя больше чемодан в дорогу есть-то? Пать, зачем тебе это, Петровна? Ой, а мы с Гришкой на курорт едем. Ух ты. Отдыхать на море. Ух ты, ёшкин. У, Турцию. Ой, ёшкин, да твой Гришка тебя, кроме как уполь на тракторе, никуда не увозил. И то вместе с навозом. Вот мы решили отдохнуть. Да. Сколько можно одними грязями-то лечиться, да? А, ну, это понятно, конечно. Не, Петровна, чемодан нет. А вот мешок, мешок могу дать. Ты чё, Сепоныч, мало того, что у меня кирзу посол ножки по колено, так чё с мешком наперевес? Там же чайку, ротик, море, у Турции яй. Ну и чё? Чё, чё, чё? Чё я наём не бывал, чё ли? Был? Ну? На море? Был, но точно не помню. Ну, воды был до чёрта. Ну? Солёный хош вода-то? Я сделал солёное. Благодать. Петровна. Чего? Энта. А у тебя, Энта, купальник-то есть, курортница? Да я так. У трусах. У трусах она. Ты, Энта. Чего? Ты, Энта, пока трусы свои подкачешь, солнце зайдёшь. Ты, Энта. Чего? Шляпу вздеть не забудь. Ты, Энта, про солнечный удар слышала? Ну, так лупанёт по морде. Крякнуть не успеешь. А мне он дед Егор Фетру обещал. Да? Деда! Шляп ты неси! Какой деда? Какой деда? Это с чучела у него в огороде стоит. Правда? Ну? А я, Калавана, а я с ним целое лето разговаривала. Сказала, Энт, газеты прикрой, что я хорошее. Ну, ещё лопухами прикрой. Ну, так и быть. Ладно, так и быть. Я тебе, Энта, свою шляпу дам. Которую? Да. Ту, что, из мехаёжиков? Или которые гнездо с яйцами? А что тебе яйца-то? Вместе с ими оденешь. Побьёшь, маска будет. Ага. Кожу лица подтянешь. Ты лучше смотри. Чего? Чтобы твой этот лопоухий не шатался там по борделям, казино, столовкам всяким. Не, у меня там никогда не ищут. Ну, и хорошо. Я даже думаю. На. Не подзаработать ли мне там в бордельном рабстве? Не вздумай, Петровна. Ты, Энта, на себя-то посмотри. А чё такое? А чё такое? А останешься должна турком. За нанесённый эстетический ущерб. А как, Степанович, я сейчас без работы-то не могу, ой. Ну, ты, Энта. Чего? Ну, пособирай там колорадских жуков с кактусов. Ты мне лучше скажи. Чего? А где вы там жить с твоим лопоухим собираетесь? А Гришка сказал в пятиконечном отеле. Ух ты! С видом на удобство. Он так. По системе всё включено, всё бесплатно. Вот только выпуска за свой счёт. А где он у вас свой счёт? У вас с Гришкой ноль-ноль не в вашу пользу. Ты мне лучше скажи. Чего? Как там сожратвой будет? А то я тебе как друг советую. Она. Купи у меня кусок сала. Вчера кабанчика закололи. Я сам вздох. Я уступлю. Не надо нам. Не надо нам. Гришка сказал, там будет шведский стол. Я понимаю. Я ж не дурак, а. Шведы нажрутся. А вы? А чё-то завёз-то? Чё-то завёз-то? А чё-то завёз-то? А кто и завёз-то? Да. Кто ж вам ещё-то, что подскажет, а? И главное, Петровна, вот это вот деньги и всё, что ценное, это в одежду зашейте и нигде эту одежду не снимайте. Зашил уж. Молодец. Только тебе жарко будет в ватнике что-то загорать. Вы чё с Гришкой у Турции в ватнике шоль попрёте? Ну да, желаю жизнь домой, чтоб Гришка ноги свои не пополоскала. Ты чё с тебя панель? Да ты шо, ну ладно ты. А Гришка твой в чём там будет, а? Он как всегда. А? В своём повседневном костюме. В каком таком повседневном костюме? В тройке. В какой это тройке? В трусах и в двух ножках. В этом и купаться будет. Да ты что? Да это же море, оно заражено всякими вредными палочками. И все встают поперёк горла, а главное, Петровна, и сюда. Акула, акула. Чё съест? Вот съест, не съест, а обгрызёт точно. А Гришка сказал, мы там чай на матрасе будем плавать. Давайте, давайте. Позорьте страну-то. Мало бы нам здесь целый год на этом матрасе толкались. Вы ещё и в Турцию попрёте. Ну ладно, Гришка твоя и без этого, каждый раз на этом матрасе без Турции плавает. Ты лучше там. Чего? О, купи у меня резиновую лодку, а. Она-то отчая дырявая. Мне твоя ещё резинка в прошлом году всё лето вместо юбки носила. Ну на сила, на сила, на сила. Ну я же уступлю. Не надо нам, не надо нам. Ну а как же вы туда добираться-то будете, а, Петровна? Ну чай не на твоей же резиновой лодке. Ну это понятно. Чай на самолете полетим. Ух ты. Там за нами стюардесса будет ухаживать. Вот это да. Еду разную разносить, специальные пакеты, если затошнит. Чем кормить собираются, Петровна? Если вас даже затошнит, а? А там, наверху, ты послушай, ни специальных построек, ни кустов нету. Как вы им-то делать-то будете, а? А чё, не выпустят самолеты, чё ли, а? Не люди, чё ли, а? Выпустить-то выпустят. Назад-то не впустят. Это не курорт, а верная эпохи, бля. Ну я ж не говорю. А ты чё, я всю жизнь купалась в своём жабячьем болоте, а теперь попростом море палочкой давится. Не надо, раз так вот так. Гришка, Гришка, не надо, сиди там, не собирай собаканы. Гришка, распаковывай свои эти вот эти, виски-то распаковывай. Слушай, Петровна, Петровна, клиента, мне свои путёвки отдай. Ага. Я у меня с вас полечу и всё этим туркам вот прям так в глаза и выскажу. Ай, спасибо тебе, Степан. Пожалуйста. Ай, выручил. Пожалуйста. Ты чё, можно нас ради, ради нас в жизнь рискуешь, да? Ну это уж как получится. Это чё, мы теперь тебе вечные должники будем? Петровна, ну конечно будете должны. Ну, слушай, Петровна, ну свои же люди-то сочтёмся. Давай. Кто ж вам ещё-то поможет? Ай! Всё, бросай, Пузик. Всё, едем на дачу, Пузик. Едем на дачу срочно. Я встретила Сидоровых, Петровы уже неделю на даче. Они уже всё сделали. Они уже огород скопали, они уже деревья пересадили, они уже окучили клубнику. Ну, Пузик, Петровы в этом году посадили ананасы, и они у них уже цветут, представляете? Ананасы, это, конечно, хорошо, лопулек. Но у меня тут полный дамбит. Пузик, я тебя не понимаю. Я тебя не понимаю, чё тут думать, чё тут думать? Е2, Е6, всё. Дама. Какая дама? Опять к Нинке ходил, да? Чё ты к Нинке? Королевы, шахматы играют. Чё ты к Нинке? Да ты мне своими шахматами тут зубы не заговаривай. Ты посмотри на него, а? Три дня тому назад, вижу, стоит, ай, возле булочной с Нинкой, мясы, тары-бары, полчаса. Лучше бы о даче думал. Бабник, надевай. Ну, пулёк, ну чё ты завелась? Завелась. Если человек сидит на диете, может он хотя бы меню полистать? А чё ты его дома не листаешь? Продукты те же. Хотя, господи, чем там листать? Казанова недоделанный. Лучше историю болезни свою полистай. Я здоров. Да, в каком месте здоров? Здоровый он. Господи, посмотрите на него. Ой, я не могу, здоровый. Ой. Посмотри на тебя в зеркало. Кузнечик беременный. У меня такая конституция. Конституция. Рыба. И пиво. Вот. Вот я и говорю. Рыба и пиво. И всё. И всё. Больше ничего не знаешь. Я, я и дома, и на даче, везде я. Господи. Вкалываю, как ломовая лошадь. Я ломовая лошадь. Почему ты ломовая лошадь? Потому что я ломовая лошадь. Я лошадь ломовая. Понимаете? Бабулёк, ты не ломовая лошадь. Нет, я ломовая лошадь. Не надо на себе наговаривать. Я тебе говорю. Я ломовая лошадь. Хорошо. Ты ломовая лошадь. Я ломовая лошадь? Ты мама сказала. Всё. Всё. В этом году. В этом году ты всё на даче будешь делать. Всё. Ты. Возьми. Ты перекопаешь огород, ты и террасу поправишь, ты и деревья пересадешь, положишь шахмату, ты и дорогу гравием засыпешь в этом году. Ты в этом году, Пузик, будешь гравировщиком. Все. Да, конь тут не пройдет. Да ты эту дорогу вспомнишь. Там не то, что конь не пройдет, там слон не пройдет. Да нет, слон тут как раз пойдет. Шах. Шах в драных штанах. Ой, посмотрите на него, Господи, уткнулся в свою лото, на автобус опоздаем. Где твоя панамка, а? Я прозевал ферзя. Правильно, без панамки тебе в этом году нельзя. Ты в этом году с колорадским жуком будешь сражаться, а колорадский жук, Пузик, колорадский жук такой живучий, его надо сгребать в кучи и сжигать. Ты в этом году будешь жук-огреб. Так, грибожуй. Жук-огреб. Хорошо, Лопулек. Вилка. Какая милка? Почему тут милка? Тут елька, тут милка. Вилка, шахматы играют. Вот это вообще. Правильно, вилка. Кстати, грабли не забудь. Ты в этом году будешь граблителем. Познание, рокировка, да? Ну что, и у меня рокировка. Нет, никакой заготовки в этом году. Пузик, в этом году никакой заготовки. Только самое необходимое. То, что мы любим. Баночек 900. Пузик, в этом году только помидорчики, огурчики, яблоки, груши. Все. Мат. Да, мат. Ну-ка, встань. А? Встань из-за стола. Встань, встань. Выйди из-за стола. Выйди, выйди. Ну-ка, руки вот так сделай. Руки вот так сделай. Ну-ка, повернись. Быстро, 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 чтобы я тебя видела. Красавец. Пузик, я поняла, кем ты будешь в этом году. Пузик, ты в этом году будешь на грядках пугалом. Красавец, я ворон боюсь, мне нельзя. Так, все, никаких разговоров. Все, вопрос решен. Руки вот так сделал. Руки в сторону. Руки вниз. Руки в сторону. Молодец. Пугал. Настоящая пугала. Пошел на грядки. Повернулся. Ко мне спиной. А то я тебя, служа вороной, сейчас плюну. Быстро, ни каких разговоров. Алло. Я седьмой. Мэтье слушает. Что случилось? Девушка, девушка, успокойся. Так, за рулем. Не можешь остановиться. Жми на тормоз. Что? Уже 10 минут на него жмешь. И что? Только биби и все. О, попал. Опять блондинка за рулем. Алло. Девушка. Девушка, успокойся. Возьми себя в руки. Взяла. Молодец. Что? Машина вихлять стала? Почему? Да. Я виноват. Я сказал взять тебя в руки. Ну, в переносном же смысле. Зачем же себя хватать двумя руками отпускаться от руля. Алло. Алло. Я седьмой. Почему неправда? Седьмой у тебя Петька был? Ты его голос хорошо помнишь? Я седьмой из МЧС. То, на что ты нажимал, он называется не тормоз, а гудок. А тормоз внизу под ногами. Посмотри вниз. Сколько педалей видишь? Алло. Алло. Что значит, не мешай, я считаю? Да что там считать, их или две, или три. Значит так, смотри вниз. Видишь, левая педаль. Какая из них левая? Ну, где у тебя левая нога? Ты что, не знаешь, какая у тебя нога левая, а какая правая? Ой, спокойно, Коля, спокойно, спокойно. Значит так, часы у себя на руке, видишь? Вот мысленно веди линию вниз к ногам. Куда линия пришла? В босоножку. Вот эта босоножка у тебя левая. Что фирменная? Вот давай жми этой фирменной левой босоножкой на педаль. Фу! Что такое? Еще быстрее поехала. Эй, подожди, подожди. Как ты умудрилась левой ногой нажать на правую педаль газа? А-а-а-а. А-а-а, ты там сидишь нога на ногу. Вот сейчас я тебя зауважал. Значит так, давай, ничего не трогай. Ничего не трогай. А где ты находишься? В машине. Молодец. В каком районе? В районе кресла. Достойный ответ. Посмотри в окно, что видишь? Стекло? Еще достойнее. А за стеклом что? Так вот, уже лучше. Дома? Машины? Деревья? Ага. Что? Быстро маленькие становятся? Ты в какое окно смотришь? Да почему заднее? Мне так страшно. Я тебя прошу, посмотри вперед. Что? Что видишь за стеклом? Дворники, хорошо. За дворниками что? Ничего не видно? Да включи их, пусть почистят. Не включаются? Почему? Лежат с метлами и не шевелятся. Ага. Я опасаюсь спросить, как они выглядят, эти нерабочие дворники. Гастарбайтеры, как гастарбайтеры. Так, внимание, внимание всем вертолетам. Так, какая у тебя машина? Синяя. Мне нравится твое хладнокровие. Так, спрашиваю без всякой надежды, какой у тебя номер? Почему я нескромный вопрос задаю? Что? Что? Ну так и быть, третий. Ну посмотри, ну может, может какая достопримечательность за окном. Ну может памятник какой. Что такое памятник? Ну это когда кто-нибудь не шевелится. Про гастарбайтеров я знаю уже. Так, о, мужик на постаменте. Ага, хорошо, с палочкой. Ага, да, да, тебе не то, что на постамент на луну залезешь. Подожди, мужик с палочкой на постаменте. Чайковский что ли? Ага, он тебе не представился. Так, внимание, внимание всем вертолетам. Срочно лететь в консерватории. К памятнику Чайковскому. Чего? Чего? У него свисток во рту? Отбой. Это не Чайковский с палочкой. Это гаишник с жезлом. Увидел тебя и окаменел. На тебя сугроб едет. Прямо на тебя. Вот прямо на тебя едет сугроб. Все, не сворачивай. Давай, убирайся в него. Уперлась? Остановилась? Все, стой, ничего не трогай и не шевелись. Сейчас мы тебя спасем. Как все-таки мудро нынче власти города поступили, что снег вовремя не убрали. Сколько они блондинок от аварий спасли. Недавно снимали новогодний сюжет. И там по сценарию мальчик лет шести должен был стоять на табуреточке и читать стишок Деду Морозу. Пригласили детей, стали выбирать. Заходит один малыш. Говорю ему, прочитай нам какой-нибудь стишок. Мальчик, а можно я песенку спою? Ну давай, мальчик. Мы едем, едем, едем на елку в Новый год. Там радость и веселье, и угощенье ждет. Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота. Чижика, собаку, Петьку, забияку, обезьяну, попугая. Будет шаурма большая. Я говорю, это где-то ты такое слышал? Хм, папа научил. Ну, конечно, такого артиста мы просто не могли не взять на эту роль. А вообще, я как режиссер часто посещаю детские кастинги. Знаете, что такое кастинг? Приходит сто детей, из них нужно выбрать одного на главную роль. Я хочу с вами поделиться некоторыми наблюдениями с кастингов в киножурналы «Яролаж». Потому что дети приходят разные. Пришла одна девочка, говорю ей, вот тебе актерская задача. Погладь невидимое животное, а мы должны понять, что за животное ты гладишь. Девочка, а, сейчас, сейчас. Ты мой хороший, ты мой хороший, маленький мой хороший. Я говорю, ну, это змея? Девочка, нет, жираф. А почему он у тебя такой странный? Болеет. Один мальчик пришел с бабушкой. Бабушка, давай заходи. Ну-ка, сел сюда быстро. Я с ним рядом посижу, а то он очень стесняется. Я спрашиваю мальчика, как тебя зовут? Его Коля зовут. Ты что сидишь молчишь, тебя спрашивают? Я что, за тебя должна отвечать? Я говорю, Коля, что ты нам почитаешь? Он стихотворение почитает. Ты что молчишь? Давай вот это. Мороз и солнце, день чудесный. Ну, бабушка. Че, бабушка? Он еще танцевать умеет. Давай, покажи, как ты танцуешь. Я что, зря тебя на танцы водила? Ну, бабушка. Я говорю, так, бабушка, подождите в коридоре, мы с Колей сами разберемся. Бабушка. Ух, смотри у меня. Бабушка вышла в коридор. Мальчик. Подпустите меня, пожалуйста. Мне на шахматы надо. Пришла одна замечательная девочка, 7 лет, ну просто маленькая принцесса. Две косички, большие глаза, улыбка до ушей. Говорю, девочка, как тебя зовут? Оксана. А что у тебя с голосом? Горлышко простудило. Я говорю, Оксаночка, ну а как же ты будешь у нас играть? Молча. Заходит одна очаровательная девочка, но оказалась маленькой занудой. Говорю ей, вот тебе задача. Представь, что ты идешь по лесу, и вдруг видишь, на сосне растут апельсины. Вот сыграй удивление. Девочка, когда глюки, тут не удивляться, тут лечиться надо. Я говорю, хорошо, вот тебе другая задача. Представь, что ты идешь по улице, и вдруг видишь, вдалеке идет твоя мама. Вот крикни, мама! Так, чтобы она тебя услышала. Девочка. Я что, дура, что ли, через всю улицу орать? Есть телефон, я маме позвоню, она меня услышит. Я говорю, слушай, какая же ты зануда. Зато красивая. Еще одному маленькому мальчику говорю, прочитай какое-нибудь стихотворение. Мальчик, я вообще Тимати люблю, можно я прочитаю рэп? Ну давай, мальчик. Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне, это он, это он, это Тантум Верде Форте, убивает он микробов в горле. Но как такого артиста и не взять? Одной девочке семи лет ставлю задачу. Представь, что перед тобой стоит мальчик, который тебе очень нравится. Вот, построй ему глазки, девочка. А я не умею. Я говорю, ну это очень просто, смотри. Голову поворачиваем в одну сторону, глазки в другую. Улыбаемся и моргаем. Вот так. Повтори, девочка. А, сейчас. Я говорю, стоп. Ты знаешь, что-то у тебя не получается глазки строить. И тут девочка начинает рыдать. Я говорю, что случилось? Я что, теперь замуж не выйду? Пришел один мальчик, 8 лет. Спрашиваю, как зовут Сережа. Ну хорошо, Сережа, прочитай нам какое-нибудь стихотворение. Мальчик. Враги сожгли родную хату. Я говорю, Сережа, ну тебе 8 лет. Ну выбери какое-нибудь детское стихотворение. Ну я не знаю, про школу, например. Мальчик. Хорошо. Враги сожгли родную школу. Я говорю, Сережа, ну ты меня не так понял, мальчик. Ну ладно, уж и помечтать нельзя. Приходит еще одна девочка, говорит. Я мечтаю стать актрисой. Я даже Деду Морозу загадал, чтобы стать актрисой. Я говорю, хорошо, что ты нам почитаешь? Басня «Ворона и лисица». В вороне где-то Бог послал кусочек сыра. На ель ворона взгромоздясь. Ну думаю, девочка слабенькая. Ну ладно, сейчас дочитает басню. Скажем спасибо, до свидания. Девочка, видимо, поняла, что она не имеет успех. И тогда она решила собрать все свое актерское мастерство и выдать на гора. Получилось так. От радости в забу дыхание сперла и на приветливой лисице на слова ворона каркнула. Мы думали, у нас инфаркт случится. Девочка говорит, а я еще басню про волка знаю. Рассказать. В общем, пришлось осуществить новогоднюю мечту девочки и дать ей небольшую роль. Дорогие родители, приводите ваших детей ко мне на кастинг в киножурнал «Яролаш». И я вам про них обязательно расскажу. Два мужика встречаются, один другому говорит, сегодня водку будем пить соком. Он говорит, с каким? Он говорит, с желудочным. У одной женщины муж тоже пил. Ну, не сильно так, но все-таки да без памяти. Она со старушкой с одной кое о чем сговорилась. Просыпается этот, как мужик после пьянки. Видит, по комнате мотается женщина преклонного возраста. В одной сорочке что-то. Он забеспокоился, мол, где это я? Видит он у себя дома. Тогда он думает, кого-то я вчера привел, значит. Ну, что-то старовасая она какая. Одни маслы торчали. Как будто она сто лет работала лошадью на шахте. Тут дети его выбегают. Они тоже в заговоре участвовали. Кидаются к этой женщине с криком «Мама! Мама! С добрым утром!» У него от нервов ноги задергиваются. Вернее, одна. Одна спокойно лежит, спит. А другая что-то задергивалась. Тут старушка как молвит, «Вставай, сокол мой!» У него вторая нога задергивалась. Полгода прошло. Сейчас очень хорошо живут жильной. Недавно велосипед себе купили в кредит. Оба очень любят кататься. У него, правда, дрожь в ногах осталась, но ноги на педалях не держатся, так что он в основном за седло держится, бежит рядом. Пить, конечно, бросил, но от велосипеда не оторвать его. Можно, можно. Конечно, излечиться от пьянца. Средств много народных. Вот одну женщину муж тоже пил, ну, вообще не сильно, не до беспамятства, он раздеться сам не мог. Она через Дроздова с мира животных достала какой-то жидкости от вонюшки и всем стаканом в доме дно смазывала. Вот так в квартире запах ничего, лесной даже, а вот как стакан к носу подносишь, от воней стакан делается. И еще она рядом сидит, приговаривается, из чего теперь только водку не делаешь? Такую пить, надо навозом закусывать. Он навозом что-то не захотел. Полгода прошло. Сейчас очень хорошо живут же. Недавно даже ремонт сделали, в коридоре. Ну, можно, можно. Конечно, излечиться от пьянства. Средств много народу. Вот у одной женщины муж тоже пил, ну, вообще не сильно, не до беспамятства. Он сам раздевался. Ну, не сразу, конечно. Ближе к утру. Но он как разденется, кровать не мог найти. Она на ксероксе. Напечатала фальшивых денег. Он как за хлебом уже, она ему настоящий дает. А как за водкой? Фальшивый. И он начал замечать, что как за хлебом, ему хлеб дают. А как за водкой ему дают в море. Какое время не приди. Хоть ведро бери, хоть сто грамм. Он что, донор что ли? Каждый раз за полстакана водки целый стакан крови сдавал. И он не взлюбил выпивать. И незаметно бросил пить. Вот. Полгода прошло. Сейчас очень хорошо живут женой. Недавно даже пошили ему новое пальто с ее старого. Ну, можно, можно. Конечно, излечиться от пьянства. Средств много народных. Вот у одной женщины муж вообще практически не пил. Так. Чисто символически. Она сама стала угощать его водкой. Но каждый раз подсыпала туда такой порошок, чтобы... Пронесло. Он выпьет. Бежит. Выпьет. Бежит. И здорово так привык. Уже жена забудет подсыпать. Он все равно бежит. Просто пустой стакан на улице увидите. Бежит. Они все даже у нас рядом. Правильно. И он на свежем воздухе стал чашей бывать. И незаметно бросил пить. Вот. Полгода прошло. Сейчас очень хорошо живут женой. Недавно даже на газету какую-то подписались. На три месяца. Можно. Можно. Конечно, излечиться от пьянства. Средств много народных. Можно, конечно, гипнозом. Но лучше всего, конечно, народными средствами. АПЛОДИСМЕНТЫ Простите, мужчины. Можно вас пригласить на танец? АПЛОДИСМЕНТЫ Почему нет? Конечно, можно. Очень приятно. Очень приятно. Мне тоже. Спасибо вам, что вы пригласили меня на танец. А вы знаете, я вас сразу заприметила, потому что вы один из всех в фуражке. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы такой неординарный. А что это? Шутите. Знаете, трудно всегда начинать беседу. А что вы любите в жизни? Какие у вас пристрастия? Может быть, хобби? АПЛОДИСМЕНТЫ Да, честно говоря, я не знаю. Ну, бокс люблю. Бои без правил, тяжелую атлетику. Там. Короче говоря, ну такое. А вы брутальный. А что это? Шутите. А я, честно говоря, люблю ходить по выставкам. И вы знаете, я раскрою свой маленький секрет. Вот если покупать абонемент в начале месяца и прийти в выходной день с 9 до 10, то можно купить со скидкой в 30%. И вы знаете, я очень люблю импрессионистов. Дега, Ренуар, Писаро, Мане. Но не Клод Мане, а Эдуард Мане. А вы что предпочитаете в живописи? Не стесняю, не стесняйтесь. Неделю назад на гараже написали слово из трех букв, вы знаете. И я со своим другом, Славкой, замазывал, замазывал. Только замажем, опять выступает. Замажем, опять проступает. Слушай, неделю красили. Пришлось ворота снять, другие сделать. Харизматичные, серьезно. А что это? Шутите. Вы знаете, конечно, если говорить о литературе, я больше люблю Сартра, Камьюн. Мне близка теория экзистенции. Ну, а в поэзии я скромнее. В поэзии я гораздо скромнее. Мне ближе семантические полифуркации, акцидентного типа, в стиле латеральных элоквенций, латентных тритагонистов. Вы знаете, у меня к вам будет... А я шансон люблю. А я еще не... А я не договорилась. У меня к вам будет нескромный вопрос. Просто поэзия – это мой конек. Скажите, ну, неудобно, конечно, а вам близок Гийом Аполлинер? Ну, честно говоря, да, ну, не так близко, как бы. Ну, мне все равно приятно, что у нас с вами совпадают вкусы. Вы знаете, а про музыку вот вы начали, вам, я поняла, нравится шансон? Да. А твои слова! Ноль без палочки! Руку верните на место, пожалуйста. Ваши слова, конечно, они для меня, они мне будоражат, но вы для меня все равно, вы для меня галантный мужчина. Да. А что это? Вы шутник. Я в музыке люблю, знаете, я люблю композитора Кьюи, но раннего. Я люблю Шнитке и люблю Пенгерецкого. А скажите, вот хулиганский вопрос. А какие напитки вы больше предпочитаете? Ну, здесь их много. Ну, пиво, водочку иногда, иногда мешаю. Вот, так сказать. Ну, конечно, потом голова болит, но самогончик гоним. Конечно, я могу показаться вам старомодной, высокопарной, но я люблю французские вина, я люблю Шабли, Монтрашен, Каберне. Но, знаете, урожай не позднее 1976 года, и потому что этот урожай собирали на склонах Бордо. Там такой цимис, такой букет Желиндакуса вместе с ромашкой. Дает свежесть такую. А закусывать, ну, закусывать, нехорошее слово, добавлять к вину, я люблю французский сыр, Камамбер, люблю. Житудит и пенампо, ла ланге францез, ну, чуть-чуть. Вот такой, с легкой, с легкой-легкой плесенью. Мне, конечно, между нами плесень так достала. В подвале залило водой, от этой воды никуда не спрятаться. Все плесенью покрыло. Что вы говорите? Что вы говорите? Да. Надо же, да? Да. А скажите, а у вас есть животные? Да. А кто? У меня... Сука. Рита, овчарка, шестерых щенят родила. Хорошие жрут все, понимаете? Как вы сказали, зовут овчарку? Рита. Что-то добавили там? Восточноевропейская. Сука. Меня зовут Рита. Ну, Рит, ну ты же не овчарка. Ну, что это? Ну, да, ну, да. Вы знаете, а у меня у сестры хомячок живет Денис. Моя бы Ритка за один раз его схавала. И нет хомячка. Вы знаете, я, наверное, задам вам, как сейчас говорят, некорректный вопрос. Он очень некорректный. Но скажите, а вы давно одинокий? Кто? Вы. Ну, почему я женат? В смысле? Ну, женат. У меня одна была жена. Двое, вторая, трое. Вот сейчас третья, четырех родила. Вот. Младшему 17 лет. Тимофей. Извините. А что вы делаете на новогоднем вечере для тех, кому за 30? Так, а что делаю? Я работаю в ДК. Каратнуло. Вон, по фазе. А я электрик четвертого разряда. Тот проходил, вы говорите, можно вас пригласить? Ну, вот я и пошел. Извините. Извините, пожалуйста. Я ошиблась. Ошиблась. Ну, ладно, Рит. Ну, что ты ломаешься? Мужчина, извините. Да, Рит. Простите, пожалуйста. Вы, вы, вы. Вы случайно здесь не работаете? Нет? Можно вас на танец? Рит. Да ладно, ну, что ты, Рит. Ну, ладно, Рит. Ну, что ты? Слушайте, так здорово, что я нашел вашу авиакомпанию. Вот эту новую. Аэрожмот. Везде так дорого, у вас так дешево. Вот самолет Москва-Сочи всего 300 рублей. Вот в чем подвох, а, скажите? Ни в чем, просто мы сократили все ненужные расходы. А если вам что-то потребуется, вы оплачиваете дополнительно. Супер. Мне, пожалуйста, два места рядом у окна. В этом тарифе компьютер определяет ваши места. Но я лечу с женой. В этом тарифе компьютер определяет, кто ваша жена. Ваша жена Грещук, Тамара Петровна, 1937 года рождения. Слушайте, но это что, розыгрыш? Это бред какой-то, я не понял. Вы не нервничайте, Кубильды Бубарасович. Какой Кубильды? Мое имя Виктор, вон паспорт. В этом тарифе компьютер определяет, как ваше имя. Кубильды Бубарасович, лохопед за Д. В ручной кладе есть жидкости больше, чем 100 миллилитров? Да, есть. Выбрасывайте. Да, я выброшу, вы допьете, конечно. Нашли дурак, конечно. сейчас. В полет готовил, не дают нормально. Все. А что у вас там еще? Теща положила. Выбрасывайте. Ага. Во. Все. Все, я пошел. Подождите. Ручная кладь должна помещаться в калибратор. У меня в любой калибратор помещается. Специально маленькая, видите сами, вот. Я жопотный пассажир. Я маленькую взял, чтобы везде помещалось. Вот наш калибратор. Ничего, ничего. Я пассажир опытный. Я победой пять лет не таю. Я все на себя. Все, что здесь. Все наденем. Так, это че? Это жены. Так, это дочери. Ничего, ничего. Все на себя. Я же... Ну, так не то, что женишь. Думаете, заплачу? Так, это че? Это че еще? Отвернитесь. Купальнице. Купальнице. Все. А! Я мужик находчивый. Почему, мужик, в этом тарифе компьютер определяет, какого вы пола? Вы женщина. Ты че, дурели? Я че, похож на женщину, что ли? Я не понял. Ах, блин. Вот дебильный этот тариф. Придумывать всякую ерунду вот эту всю. Дебильный тариф. Да, вот ничего нельзя. Не провести ручную кладь. Да, место выбрать нельзя. Все можно, но за дополнительную плату. Ну, пристегнуться хотя бы бесплатно у вас? Пристегнуться бесплатно, отстегнуться платно. Кстати, у вас какой рост? Метр восемь шесть. Какая разница? Все, кто выше метра пятидесяти, должны доплачивать. Это же лады. Все? Из-за отсутствия улыбки и хорошего настроения у нас штраф. Хи-хи-хи. Скажите, а в вашем этом тарифе есть хоть что-то бесплатное? Конечно, бесплатное пиво. Вот тут вы попали. Вот это я напьюсь на все деньги. 20 литров выпью, 100% на халяву. А туалет платный, 10 тысяч рублей. Сколько? Так, питание, я догадываюсь, у вас тоже платное, да? Нет, бесплатно. Все как всегда. Да, курица, рыба, кофе, чай, соки, салаты, кока-кола. Но все в одном корыте. Все, что не доели в других тарифах. Так, самолет как мы заходим? Через аэропорт или по трапу? Трап это дорого. В вашем тарифе вы поднимаетесь в самолет по канату. А перед этим еще толкаете самолет до взлетной полосы. Что-то злобы, а? Слушайте, вот мне просто уже интересно. Просто интересно. У вас бизнес-класс есть в этом? Конечно, есть. И чем он отличается от эконом? Бизнес-класс, он сидит. В смысле сидит? Эконом что, стоит в маршрутке, что ли, я не понимаю? Вы не дослышали. Бизнес-класс, он сидит внутри самолета. А эконом снаружи на крыле, что ли? Ну почему сразу на крыле? На фюзеляже, на хвосте, на моторе, смотря за что зацепите. Там ветер, там 800 километров в час, там мороз, там минус 60. Вы что, сдурели, что ли? Не переживайте, Кубильды Бубарасович, у нас все продумано. Мы вам выдадим бесплатный плед. Ладно, потеплее оденусь, там долечу уже. В вашем тарифе провоз одежды платный. Верхняя одежда? Вообще одежда. Вы жлобы, фиг я вам заплачу что-нибудь. Фиг. Вы не смеетесь, тоже будете летать из курики. Отвернитесь. Все, я на посадку. Вообще одежды. Во, я вам заплачу. Подержите. Держите, держите. Сюда выйдите, пожалуйста. Подержитесь. Все. Как-нибудь там в Сочи долечу, там тепло, согреюсь нормально. Почему в Сочи? В этом тарифе компьютер определяет, куда вы летите. Вы летите в Улан-Удэ. Но мне нужно в Сочи, я русским языком говорю. Мне нужно в Сочи. В этом тарифе компьютер определяет, каким языком вы говорите. Вы говорите на немецком. Что, сбрендили что-то? Иначе штраф 30 тысяч рублей. КАР ДРАГОРКОМЕНТА Я, конечно, в Сочи медведь, медведь. Как вы, тайн, 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 ммм. Полицай. НИХ ОБАРДАГЕ. Я, МОДАГЕ. Я, МОДАГЕ. Я, МОДАГЕ. Я, МОДАГЕ. Я, МОДАГЕ. Я, МОДАГЕ. Шел на посадку. Самое обидное, что летчик этой компании. Летчик! А вы не ржите. Скоро все так летать будут. Гайя, открывай двери. Гайя, открывай двери, я пришла. Кто-то? Свекровь твоя. В пальто. Еле добралась. Ну надо же, ваша дверь от лифта с каждым годом все дальше и дальше становится. А тут еще вообще ничего не видно. Звонок не могу найти. И стучала, стучала. Насил, Бог дал, открыли. Ну здравствуй, Галочка. Как это ты не Галя? О, а ты кто? Сыночек! Сынулечка, лапапулечка, тюлю-тюлечка. Я-то не вижу ничего. У вас же свет того на какой-то. А я ж еще сына, гляжу на тебя и думаю, что это Галка такая красавица стала, а? Всю жизнь ни рожи, ни кожи. Господи, где ты ее нашел на какой помойке? Худая, как лесопед. Да спрячется за швабру ее и не видно. Где эта лохудра? На кухне готовит. Ой, ты глянь. А я еще думаю, шо это так в калидоре воняет? Да я думала, вы таракана уморили. А эта Галка на кухне готовит. Да не защищай ты ее, Господи Боже мой. Ей по кулинарии черный поет. А я говорю, кормит тебя, как на убой. И вот, судя по этому запаху, она все-таки своего добьется. Ничего не умеет. Да не надо ее защищать, сына. Че ты мне скажи, че ты так оброс? Ну, как Миклуха Маклая. Че ты это бородишу так вот расти? Мне не нравится вообще твоя борода. Зачем она тебе нужна, сына? Галке нравится. Че вот эта борода Галке нравится? А че она говорит? Шикотно. Ну, че я могу сказать? Ну, носи. Ну, носи, коли больше пошикотать нечего. Да где-то лохудра. Че она мне чаю не несет? Галя! Я вон, а когда приехала, ты чай-то принесешь или нет? Да какая разница-то, Господи Боже мой. Зеленый, черный. Какая разница? Неси любой. Ты шо не нальешь, все помой. Вот и где ж ты ж ее нашел, такой красавец. Вот слава Богу принесла. Спасибо. Да не защищай ты ее, хорошая. Ага. Всему хорошему в жизни я ее обучила. Я ее обучила и гвозди забивать, и пылюку вытирать. Она воно как глядит на меня, воно, лянь, как. Ага, с подлобья глядит, сейчас укусит. Вечно всем недовольная. Никакого уважения к матери. Да потому что вот такие вы молодые. Не то, шо мы. Мы воно как относились к старикам. С почтением, с уважением. А как иначе? Не то, шо вы. Воно помню, как меня свикру учила. День и ночь учила пылюку вытирать. С утра бывало так, схватит за загривок и учит меня, учит. А я че? Я все равно с любовью, а я все равно с уважением. Говорю, мама, вы че? Охренели? Как это я не предупредила, что приеду? Как это-то предупредила? А как я могла без звонка? Вы же мне бы тогда двери вообще не открыли. Я вчера позвонила с Игоречком, разговаривала, предупредила, сказала, вы не подготовились к приезду к маму. Так как это не звонила? Игорек, ты че? Я вчера с тобой целый час говорила. Как это не говорила? Ах! А кому ж я тогда целый час про свой ревматизм рассказывала? Да это все очки, их дело. Да не могу разобрать, какие надевать. У меня ж их трое очков. Одни для Дали, другие для Близи, а третий, чтоб искать детей, другие. Вот и разобралась. Да я вообще не собиралась с утра, у меня поясницу так ломило, что... Ну так а че? Вышла на балкон, думаю, схожу в магазин, а не могу понять, какая погода, сколько градусов, что надевать. Смотрю, мужики сидят, а я у них спрашиваю, мужики, сколько градусов? Они говорят, сегодня сорок, а вчера шестнадцать в портвейне было. Вот че, как сказали они про шестнадцать и сорок. А я ж и вспомнила, что сегодня шестнадцатая. Ну, это ж сорок лет со дня вашей свадьбы. Я и приехала. А поздравить хочу. Че ты ревешь? Поняла, почему Игорек, тебе сегодня с утра кофе в постель принес. И ты смолола? А, он у меня, о, какой молодец. Какого парня для тебя вырастила? Для лохудры. Ой, Аль, хоть смотрю на него, думаю, только толстый очень. Че-то ты его раскормила, Аль. Да и был такой. А, я его, когда рожала, думала тройник. А, и кушал всегда за троих. Да ты знаешь, Аль. Да он кушает через каждый час. А, на, глянь, лежит, какой красавец. А, всю жизнь за тобою проспал кабаняка. А, видал? А, а? Чисто поросяк. Глянь, газеткой пузо прикрыл. Газетка вверх-вниз, вверх-вниз. Галя, я вот до сих пор не могу понять, как ты так в свое время исхитрилась, что у вас Андрюсик народился. Это ж какую позу надо было принять, чтобы процесс такой. Кстати, как там Андрюсик, как он там со своей улокудрой живет? Че они там про детей думают, а? Че ты мне не рассказываешь ничего, мне все интересно, а? А, да. Ты ей звонила, это улокудри, а? Учила ее пылюку вытирать. И че она? послала? Да ты че. Галя, куда она тебе послала? Ну не реви, что ты ревешь. Ты меня скоки раз туда и посылала, а? Вот теперь не грех и самой разочек туда и смотаться. Вот так вот. А что, прибегишь, а там уже я. Я говорю, Галя, проходи рядом садись. Вместе будем лохудру поджидать. Потому что, доча, когда вместе, это хорошо. Доча, когда вместе, это даже мне, свекрухе, нравится. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наступает Новый год. Собственно, новогодние каникулы уже начались. Мы, видимо, очень хорошо живем, потому что можем позволить себе бесконечное количество праздников. Мы можем отдыхать до работы, после работы и во время работы. Я же сказал, кричит начальник, во время работы не курить, а ему, «А кто работает?» АПЛОДИСМЕНТЫ У нас позволено все. Вот мы, актеры, рвемся на госслужбу, например, в депутаты. Почему, непонятно. Кто-то даже порекомендовал назначить Задорного послом в Америке. Представляете, приходит он к Бушу и говорит, «Ну вы тупые!» АПЛОДИСМЕНТЫ «Наступает Новый год!» Хочется пожелать всем успехов и в частности, например, нашей автомобильной промышленности, чтобы они поднимали качество автомобиля, а не цену на него. АПЛОДИСМЕНТЫ Во всем мире автомобили старинных конструкций стоят огромных денег. Коллекционеры за ними охотятся, а у нас заводы сразу выпускают новенькие, старинные автомобили. Американские космические туристы никогда бы не сели на нашу ракету, увидев нашу АКУ. Ну, а это АК, сколько уже шуток было на эту тему, эти надписи на стеклах. АК в тени бока, на машину не наступать, спешишь, перепрыгни. Вот это мне очень нравится. два часа позора, и ты на даче. АК, это зародыш джипа и выкидыш камаза. Заметьте, это люди над собой смеются. Вот совершенно новая надпись. Осторожно, в барсетке человек. Иностранцы говорят, вы, наверное, счастливые люди, потому что не знаете, как неправильно, как бедно вы живете. У вас большинство одевается в секонд-хендах. Дурачки, мы просто коллекционируем антиквариат. Штаны поношенные, духи занюханные, леденцы обмусольные. Нам бы еще денег залапанных. Наступает Новый год. Скоро президент обратится к нам с напутствием. Мы любим нашего президента. Он у нас сильный. Но хочется обратиться к некоторым подхалимам. Ну, не надо уж так, уж, уж так. А то уж, так уж, уж, что выпустили даже водку Путинка. Ласково назвали, да? Уже разработаны импортные варианты. Для Франции Жак Ширачко. Для Украины апельсиновая настойка Ющерица с газом. Да, видимо, мы счастливые люди, потому что умеем смеяться над собой. Когда человек смеется над собой, это означает, что он сильный человек. Это очень важно. У нас остряки шутят над всем, даже над парламентом. Они говорят, у нас не парламент, а сумасшедший дом. Другие, естественно, возмущаются. Как вы смеете, так шутить? А первый доказывает. А вы посмотрите, и у депутатов, и у психов палаты. И там, и тут каждый день процедуры, подколы, обливания бывают и там, и тут. И там, и тут охрана. Депутатов, как и сумасшедших, возят на машинах с мигалками. Депутат, как и сумасшедший, имеет документ, освобождающий его от уголовной ответственности. Сегодня парламент принял закон о земле. Постановили, земля круглая. Правда, проголосовали не все. Кое-кто еще сомневается, еще кое-кто воздержался. Наступает Новый год. Хочется пожелать успехов нашей банковской системе. Для того, чтобы у народа не было ощущения, что хранить деньги в коммерческих банках, это все равно, что хранить сахар в муравейнике. Знаете, почему у нас рубли не так популярны, как доллары? Несмотря на то, что правительство правильно делает, что пытается поднять значение рубля, запрещает нам называть цены в долларах, а все-таки не так популярны. Потому что рубли скучные, народ к радости тянется, к юмору, балагурство в нас бурлит, народная частушка тому подтверждение. А рубли у нас скучные, что на них нарисовано? Города. На 50 рублях Петербург, на сотки Москва. А кто вот заметил, на 5 сотки что нарисовано, что изображено, кто скажет? Архангельск, неправильно. Дальше. Ярославль, неправильно. Я очень дотошный, я взял лупу и прочитал, докладываю. Соловки, господа. Соловецкий монастырь. Получается, немножко заработал Петербург, побольше заработал Москва, много заработал. Привет, Севера. Да кому нужны такие деньги? Надо веселые деньги печатать, тогда и все брать будут с комиксами, с кроссфордами. Веселые объявления на деньгах размещать. Если не знает, где взять, у меня пусть возьмут, у меня много. Боксер-дизайнер распишет ваше лицо под хохлому. Стадо зоофилов снимет свиноферму. Клиника пластической хирургии ищет вас, уроды. Внимание, кто нашел паспорт на имя вздрюченного Ивана Ивановича, просьба не смеяться над фотографией. Надо еще выпускать лотерейные рубли. Стер краску, увидел сумму. Представляете, какой ажиотаж у кассы во время зарплаты, предположим, было написано две тысячи рублей. Стер. А там, попробуй еще раз. Да, господа иностранцы, мы счастливые люди, потому что умеем смеяться над собой и потому, что несмотря ни на что, да о дури, любим свою страну. И это не просто красивые слова, хотя действительно красивые, это действительно так. Вот я, думаю, что не я один, такой, все такие. За границей на десятый день начинаю сходить с ума. Домой хочу. Спрашивается, что это такое? Да то самое. Согласно соцопросу агентства Рейтер, россияне ощущают себя наиболее счастливыми людьми в мире. Впереди нас только Кения и Северная Корея. Представляете, какая у нас конкуренция. При этом, согласно тому же опросу, семейной жизни у нас доволен только 7%, но это те, кто еще не женат. От работы получать удовольствие у нас 2%, но с этими девушками борется милиция. Не ругаются матом у нас аж 19%. Это дети до полугода, немые и те, кто в коме. да, мы веселые люди, только у нас беспросветный каторжный труд на плантациях называется отдыхом в загородном доме. Только в нашем языке есть загадочное выражение «да нет». пойди залови меня, да? Да? Нет? Дорогая, скажи честно, ты мне иногда изменяла? Да нет! Иногда не изменяла. у мужика в обувном нога не проходит в туфлю, продавщица говорит «высуньте язык». ой, какой у нас хороший зритель. Вы даже до конца не дослушиваете шутку, вы уже представили себе, что он там высунул и как он ногу вставал. Я понял, почему у нас многое с приветом. Народную мудрость надо знать. Сказано же, наш мужик задним умом крепок. А я а я главное все думал, что это за два полушария там? А это мозг! У нас два мозга! Потому мы такие. Один думает, как бы сделать все правильно, другой все время ищет на себя приключения. Потому мы такие. Нам вечно нет покоя. Колумб точно был россиянином, потому что только наш человек мог поехать искать Индию в другую сторону. И главное, найти ее там. Найти и прозевать, чтобы ее назвали чужим именем и остаться при этом нищим, но довольным. Только мы так можем и Колумб. наступает Новый год и хочется пожелать нам всем взаимопонимания. Если в каждой семье, в каждом городе, в каждой деревне, в стране возникнет взаимопомощь, взаимосострадание, взаимопонимание, то у нас все получится. И тогда действительно наступит счастливый Новый год! С Новым годом! С Новым